В январе 1942 года в красном уголке паровозного депо Сызрани в течение трех дней воездная сессия военного трибунала железной дороги имени Куйбышева слушала дело о расхитителях транспортных грузов на Сызранском и Батракском узлах. Долго милиционерам не удавалось выйти на следы расхитителей, но, как говорится, сколь веревочка не веся, все равно укоротят. В нашей республике свет неравен. Чем дальше от центра, тем глубже ночи. Милиционер в глубину окраин, глаз вонзай, острей и зорче. В январе 1942 года Красная Армия дралась с фашистами. А те, кто жили здесь, в тылу, стояли у станков, вязали теплые вещи для бойцов Красной Армии и старались каждую заработанную копейку, каждый рубль сдать в фонд обороны, чтобы помочь фронту. Но не все толовики были так кристально чисты, как писали о них газеты, рассказывавшие про трудовые подвиги. Были среди них и те, кто был не прочь поживиться за счет других в это суровое время. В конце 1941 года в Куйбышевскую железнодорожную милицию один за другим стали поступать тревожные сигналы. Здесь был вскрыт вагон, здесь сорваны пломбы, не досчитались то одного, то другого. Вся областная милиция была поставлена с ног на голову. Преступники должны были быть пойманы в кратчайшие сроки. Первой была задержана шайка малолетних преступников. Сыновья грузчика угольного склада Денисова, главного кондуктора Хохрина и плотника Коровина регулярно срывали пломбы с вагонов и расхищали чужое имущество. В результате квартиры их родителей стали напоминать настоящие склады, где при обыске были обнаружены мешки с мукой и пшеницей, тюки с ватой и шерстью, а также красноармейские шинели. Следующими были машинист Сидякин, его помощник Маренков и Кчегар Парамонов, которые в пути следования поезда вскрыли один из вагонов и похитили из него несколько десятков кож. Наконец, следы хищений привели милиционеров в дом составителя поездов станции Батраки-Кутумова и помощника машиниста Александрова, которые вскрыли вагон и похитили из него мешок сахара. На суде, проходившем в красном уголке железнодорожного депо Сызрани, присутствовали десятки железнодорожников и члены их семей. Хищники получили по заслугам, а двое из них были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Еще одна воезная сессия Куйбышевского областного суда состоялась в марте 1942 года в Ульяновске. На этот раз на скамье подсудимых находилось сразу 13 человек, которые, будучи в составе одной рабочей бригады, направлялись в поезде к месту строительства спецобъекта. Но во время остановки поезда на станции Киндиковка эта бригада занялась расхищением грузов, исстоявшего неподалеку состава. Инициаторами хищения оказались некие Дмитриев и Полянский. Лучив удобный момент ночью, они вместе с сообщниками перетащили в свои вагоны 20 мешков с мукой, после чего взломали пломбы у одной из цистерн и наполнили спиртом всю имевшуюся у них посуду. Преступники были пойманы с поличным и преданы суду. Учитывая, что хищение железнодорожных грузов в условиях военного времени считается тягчайшим преступлением, на основании закона от 7 августа 1932 года суд приговорил пятерых преступников к высшей мере наказания, а остальные были приговорены к 10 годам лишения свободы каждой. Картошка в военном Куйбышеве была на вес золота. Приехавшие в город эвакуированные вместе с воригенами быстро съели все прошлогодние запасы и теперь с нетерпением ждали нового урожая. Несмотря на это, остававшиеся в Куйбышеве трудящиеся то и дело посылали осенью 1941 года на фронт посылки с продуктами и теплыми вещами. А вот гражданин Лосюк вместе с супругой, как удалось выяснить органам правопорядка, занимался в это время спекуляцией про товарами. Для этого они скупали в городе, в магазинах чай, кофе, мануфактуру и другие промтовары и продавали их в большой глушице или обменивали на продукты. В квартире граждан Лосюк при обыске было обнаружено 200 метров мануфактуры. Граждане Лосюк были арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Не удалось уйти от возмездия и гражданам Лукичеву и Орлову, которые скупали в коммерческих киосках хлеб и продавали его по спекулятивным ценам. Только у одного из них, Лукичева, при обыске было отобрано более тысячи рублей, вырученных от продажи хлеба. Оба гражданина также были привлечены к уголовной ответственности. Не торопилась помогать фронту и гражданка Ионова, которая покупала в городских магазинах вату, мыло, керосин, привозила их в село Сухая Визовка и там продавала по баснословным ценам, а часть товаров обменивала на продукты. Но есть эти продукты пришлось ей совсем недолго, так как она была осуждена и получила 8 лет лишения свободы. Недолго пришлось есть хлеб с толстым слоем масла и гражданке Александровой, которая нигде не работала и жила на иждивении мужа. Однажды, накупив в Куйбышеве промтоваров, она отправилась в деревню Шабановку, где и развернула спекулятивную деятельность, успев продать 54 метра мануфактуры, галоши и платья. И получила в обмен за это три пары валенок, 10 лет тюрьмы и поражение в избирательных правах еще на три года. В феврале 1942 года органами милиции были задержаны некие Феоктистова и Фирсова, обе без определенных занятий, скупавшие в селах области продукты, махорку, шерсть и другие товары и перепродававшие их по спекулятивным ценам. При обыске у спекулянток было обнаружено 76 килограмм муки, 32 килограмма мяса, 18 килограмм махорки, 8 кило шерсти и крупная сумма денег. Народный суд приговорил Феоктистову к 8 годам лишения свободы и Фирсову к 7 годам. Превратившийся в запасную столицу, Куйбышев очень быстро стал городом контрастов, где нищета соседствовала с роскошью. На одной и той же улице рядом стояли магазины, в одном из которых продавались деликатесы, а в другом вот такая свекла, и та была редкостью. Соседствовали и те, кто готов был отдать для другого последнюю рубаху и снять эту последнюю рубаху с соседа. Весной 1942 года органами правопорядка была раскрыта еще одна криминальная история, которая началась еще осенью прошлого, 41-го года, когда заведующий складом столовой комиссариата иностранных дел Камоликов находился на амбулаторном лечении в Куйбышевском физиотерапевтическом институте и познакомился там с бухгалтером Капустинским. После этого он стал часто навещать своего нового знакомого, а в один из визитов предложил ему купить у него четыре ящика сливочного масла. Капустинский согласился и дал распоряжение своему агенту Глузману оплатить эту покупку, минуя кассу больницы. 3-го ноября Камоликов привез в больницу масло и получил за него от Глузмана 6 тысяч рублей. Глузман же составил три акта, датированные разными числами, о том, что это масло якобы было куплено на рынке. Скрыв таким образом следы преступной сделки, бухгалтер и агент по снабжению сдали 66 килограмм масла в больницу, а остальное распродали своим знакомым. Между тем, визиты Камоликова к Капустинскому продолжались. И уже 12 января Камоликов предложил купить у него еще ящик краденого масла. А 21-го он привез в ту же больницу два ящика масла, 15 литров водки и другие продукты. И жить бы Камоликову с Капустинским припеваючи, но не тут-то было. На их след вышли бдительные стражи порядка. Состоявшийся в мае 42-го года областной суд под председательством судьи Дворянкиной приговорил Камоликова к высшей мере наказания расстрелу. А Капустинский и Глузман получили по 10 лет лагерей каждый. Что же до преступления, которое готовили в марте 42-го года преступник-рецидивист Кламытцев и его жена, то его, к счастью, удалось предотвратить. Как сумели выяснить сотрудники отдела уголовного розыска управления милицией города Куйбышева, задержанные ими супруги Кламытцевы готовили вооруженное ограбление квартиры инвалида труда Майкина. Кламытцевы намеревались убить хозяина дома, его жильцов и похитить все ценные вещи. А для сокрытия своего преступления Кламытцевы решили поджечь ограбленный ими дом. С этой целью, отправляясь на дело, Кламытцев захватил с собой бутыль с керосином. Однако, когда он намеревался проникнуть в дом Майкина, преступник был арестован и обезоружен. Осенью и зимой 1941-1942 годов Красная Армия дралась с фашистами, подошедшими к самой Москве. А здесь, в тылу, старики, женщины, дети отдавали последний кусок, чтобы был сыт воин Красной Армии. Но не все, жившие в тылу, думали об этом. Были среди них и те, кто заботился о том, чтобы на его куске хлеба лежал толстый слой масла. Вот о них и помнили и днем, и ночью. Те, кто боролись с врагом внутренним в то время, когда вся страна боролась с врагом внешним. Пока за нашим октябрьским гулом и в странах других не пройдет такой милиционер, береги своим караулом копейки, людей, дома и покой. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова